Всем доброго раннего утра, дорогие мои, прежде чем пойти мне на свою обычную физзарядку, я вам как проснулся и отвечу на вопрос, вот это, основном, вот это студенческие визы, которые вы сказали, что студенческие визы, возраста нет, ограничений нет, и мне еще и по WhatsApp обратился подписчик, говорит, мне предлагают студенческую визу. Я уже и ранее вам говорил, что никого я отговаривать не собираюсь, ни в чем, ни в покупке, ни в переезде, ни в чем, это дело каждого. Но хочу просто сказать вам действия миграционной службы при получении в НЖ, по ТОПу, по замужеству, по другим этим. Даже если вы получаете в НЖ, сейчас у них такая это, даже при получении, при подаче документов даже на гражданство, и, или же даже на получение постоянного НЖ, и при, при жительстве по НЖ, уже вы, который получили, да, по другим, как бы это скажем, да, они проверяют вас по месту вашего жительства. Сейчас есть такое, они не ленятся, они не ленятся, я по себе знаю, они могут не один раз, а два, три раза даже прийти, у соседей спрашивают, живете ли вы там или не живете, на рабочем месте, работаете там или нет, вот, и также они могут прийти в тот университет, через который вы оформили это самое, вот. Они могут вам выдать этот НЖ, вот, и после получения НЖ, они, вы будете жить и ничего не знать, они придут в университет, вот, прошерстят все, и выявив, что вы там не учите эффективно, это последствия будет еще хуже, не только, как говорится, аннулирование вашего НЖ, но и депорт. Они не ленятся, я сразу хочу сказать, у них поставлено все, как говорится, на это, вот, хорошо, если, вот, те, которые вам предлагают по студенческому НЖ, да, они могут вам и сдать эти документы, да, с вами вместе, и, ну, естественно, вы уже оплачиваете все расходы, за услуги, за все, да, вы сдадите, сдавать-то вы сдадите, и отказ, сейчас некоторое время, потому что после рандеву приходит отказ, рандеву даже может пройти, сейчас вот так вот, понимаете, даже рандеву может пройти, и отказ, все, деньги свои вы потеряли, оплатили, которые за страховку, за услуги вот этих товарищей, который решал, все, которое решает, да, вот, поэтому я просто вам, как человек говорю, да, возрастной человек, который уже видел здесь много, что, 9 лет здесь живу, не связывайтесь, не связывайтесь с фальшивкой, если вы не студент, не надо делать студенческим, если вы не замужем, не делать, не надо делать фальшивый, это фиктивный брак, выявить стопудово, выявить стопудово, последствия будут очень плохие, вот такие вот дела, всех вам благ, пока.